Аплодисменты Это, мягко говоря, не то, чего бы мы хотели видеть. Я из сферы IT. И почему, к примеру, в App Store почти миллион приложений, большинство из которых даже не доживают до следующего дня. Почему нас окружает так много продуктов однодневок и продуктов сомниченного качества, а зачастую просто отвратительных. Неужели создатели этих продуктов делали это осознанно? Что движет этими людьми? И, знаете, мне кажется, я понял, в чем дело. Как-то я зашел в церковь и попал на конец проповеди. И священник говорил о том, о повседневных делах и о том, как нелегко приходится некоторым из нас. И потом он произнес фразу «Все нужно делать с любовью, а не для галочки». Меня очень сильно зацепила эта фраза. И, вернувшись домой, я решил найти полный текст проповеди. И в Библии я наткнулся на интересную историю о том, как путник шел и спрашивал людей, чем они занимаются. Подойдя к первому мужику, он спросил, что ты делаешь? Тот, жалуясь на жизнь, ответил, я стесываю камни. У меня очень тяжелая работа, и я вынужден заниматься ею изо дня в день. Следующий сказал, я кладу кирпич. И третий мужик, тоже стесывая камни, с улыбкой на лице ответил, я строю храм. И это справедливо и для бизнеса, для стартапа, и для наемного сотрудника. Это момент осознания ценности продукта, который вы создаете, а не просто набор инструкций, которые вы выполняете. И понимаете, если человек влюблен во что-то, он старается наделить свой продукт только лучшими качествами. Это словно заботливые родители, которые воспитывают ребенка и пытаются вложить к нему все самое лучшее. И я наблюдал это у многих людей. Если люди действительно во что-то влюбляются, они перестают выполнять инструкцию и начинают творить. Словно дизайнер, который раньше игрался в рекламном агентстве со шрифтами и стал вольным художником. И именно творить, а значит создавать и усовершенствовать. Вот что действительно важно. И создавая что-то без любви и выполняя список инструкций, продукты получаются обычными. Неплохими, нехорошими, просто обычными. И все, что мы делаем, мы наполняем нашу жизнь обычными вещами. А ведь наша задача и смысл эволюции — это брать лучшее, усовершенствовать и развивать это. Вот что действительно важно. Все, что вы делаете, это продукт вашей деятельности. И только вам решать, будет он обычным или особенным. Субтитры создавал DimaTorzok Но давайте посмотрим на это не только с точки зрения творчества и чувств, но и с точки зрения бизнеса. Мне повезло стоять у истока IT-аутсорса в Украине. И тогда я основал компанию, которая разрабатывала программное обеспечение на заказ. Мы писали программы и за дня в день старались сделать это быстрее, наращивая обороты бизнеса. И с каждым днем мы погрязали в рутине. Но качество продуктов не росло, так как клиентов все устраивало, и они были всем довольны. И сейчас моей компании 11 лет. Оглядываясь назад и представляя, что было бы, если бы мы остались в аутсорсе, а не перешли к созданию собственных продуктов, и будь мы даже круче GlobalLogic, EPUM и прочих конкурентов вместе взятых, я говорю нет. Потому что я не хочу создавать обычные продукты, выполняя списки чьих-то требований и ставя напротив них галочки. Я хочу создавать действительно значимые и интересные продукты. И одним из таких продуктов стал IRT, Interactive Restaurant Technology. Это будущее ресторанного бизнеса. Четыре года назад, когда мы подарили миру новый канал коммуникации через Bluetooth и построили самую большую сеть, мы начали думать, какой следующий проект мы хотели бы сделать, и чем бы нам интересно было заняться. И мы остановились на ресторанной индустрии, наиболее рисковой и консентративной отрасли бизнеса. Понимаете, первый ресторан появился сотни лет назад и с тех пор практически не изменился. Появились телефоны, заказы начали принимать по телефонам, появились планшеты, айпады. В некоторых ресторанах печатные меню стали заменять электронными. Но это все линейное развитие и не более того. Идеи и устройства из других отраслей переходят в эту, как и в любую другую отрасль. Но мы увидели нечто важное, то, что нам захотелось изменить в этой отрасли. И мы начали встречаться с рестораторами, с владельцами ресторанного бизнеса и кофейни по всему миру. Начали проводить исследования и смотреть, что же важно для потребителей. И почему, например, 70% кофеин и ресторанов закрывается в первый год своей работы. И знаете, оказывается, на первом месте стоит атмосфера. Люди в заведениях ходят за эмоциями, а не за едой. Хотя она, безусловно, должна быть качественная. А атмосфера в современных заведениях достигается за счет интерьера и обслуживания. И для того, чтобы сменить атмосферу, вам нужно закрывать заведение, делать ремонт. И хорошие рестораторы знают об этом. И делают подобные обновления раз в 4-5 лет. Если мы спросим, хотят ли они делать это чаще, конечно же да. Но это крайне дорого и нерентабельно для бизнеса в целом. Так, это стало отправной точкой для создания проекта. И мы начали смотреть все, что связано с атмосферой. Что влияет на эмоции человека внутри заведения. Мы начали закреплять камеры напротив Старбаксов. Просто приматывая изолентом их на столбах. В Лондоне, в Париже, в Барселоне. И, знаете, интересная история. К примеру, в Старбаксе люди, которые старше 40 лет и которые заказывают кофе без кофеина, с вероятностью 86%, также заказывают морковный пирог. Только вдумайтесь, 86%. Это смело можно предлагать им этот морковный пирог, не дожидаясь, пока они этого попросят. Но в Старбаксе этого не делают, к сожалению. И вряд ли начнут. И так мы отсматривали одна за другой идеи для того, чтобы наполнить наш проект. И именно отсматривать и наблюдать. Мы не спрашивали людей, что нужно. Мы именно наблюдали. И где-то в этот момент к нам пришло осознание проекта. То, каким он должен стать. И следующие пару лет мы разрабатывали концепт заведения, в котором атмосферу можно было бы сменить за минуту. И более того, чтобы ресторан автоматически подстраивался под ваше настроение. Мы даже использовали метафору «ресторан Хамелеон». Все, что вас окружает, пол, стены, столы, все это интерактивное. Оно реагирует на вас и взаимодействует с вами. На ваши касания, жесты. И только представьте, сегодня вы приходите в заведение, и вас окружает тропический лес. А завтра вас ждет уютная атмосфера загородного дома, либо мир феи и драконов. Работая над IRT, мы заботились не только над программной и аппаратной частью, разрабатывая высокотехнологические сенсоры. Мы делали все комплексно. Мы хотели, чтобы вокруг продукта сформировалась экосистема, и продукт стал носителем культуры. Ведь без этого это получилось бы очередное приложение электронного меню для iPad. Это не является носителем культуры. Это бездушный инструмент, который выполняет утилитарную задачу замены печатного меню на электронное. А люди в заведениях ходят не за этим, а за эмоциями и за атмосферой. И у нас даже есть такая метафора «бочка с эмоциями». Мы стараемся набирать различные идеи, которые воздействуют на эмоции человека, и добавлять в эту бочку. И знаете, всему этому послужил риск. Риск — это феномен развития общества. Только рискуя, можно делать открытия и создавать действительно важные продукты. И мы рискнули. Мы сделали ставку на продукт с культурой, а не на приложение «Однодневка». И оказались правы. Мы были влюблены в то, что мы делали. И не только я, вся моя команда, мы делали это с вовлеченностью. И мы добавляли камеру на кухне. И посетители прямо у себя за столом, сделав заказ, могут на столе смотреть, как готовится блюдо для них. Мы добавили общение между столиками. Мы добавили синхронизацию с телефоном. Вы можете не показывать на маленьком экране смартфона людям фотографии. Вы можете показывать их на большом столе, либо использовать интерактивные стены, что гораздо удобнее. Вы, в конце концов, можете угостить девушку с соседним столиком бокалом вина. И вы всегда можете прийти в заведение, которое знает вас, помнит то, что вы любите, ваши предпочтения. И это как в той истории со Старбаксом или как хороший бармен или официант, который наверняка знает то, что вы любите и то, чего вы хотите. Представьте на секунду, вы приходите в заведение с ребенком. И оно автоматически понимает, что вы пришли с ребенком. И будто по взбаху волшебной палочки меняет стены, пол, столы вокруг вас на диснеевских персонажей, а ребенку автоматически включается разукраска. И люди действительно в восторге от этого. Либо есть такая техника, дриппинг, когда художник берет краски и прямо из тюбиков разбрызгивает на стену. Кажется, джекполок этим прославился. Так вот, представьте заведение, в фойе которого есть такая стена. И каждый посетитель может создавать подобные картины просто взмахами рук. И потом использовать это как обеденные скатерти, расширить на Facebook или отправить друзьям по электронной почте. И это лишь крохотная демонстрация того будущего, которое мы увидели в этом проекте. И вот это то, что я называю атмосферой. Видимо, поэтому мы не платили за создание ресторана и отдельных его частей, за продвижение и за рекламу. Мы не хотели платить за любовь. Знаете, продажная любовь, она не искренняя, не способна на чудеса. А нам было важно, чтобы продукт получился действительно хорошим, а не обычным. И вот после четырех лет разработки мы решили, что наш продукт готов. И, конечно же, нам не терпелось показать его потребителям и узнать, что они думают об этом. И мы открыли ресторан на Кипре. Кипр выбрали мы не случайно, потому что это страна с большим туристическим потоком. И там 60% европейских туристов и где-то порядка 40% людей из СНГ. И мы могли понять, как разные национальности реагируют на наш продукт. И в конце 2011 года мы разрезали красную ленточку и показали нашего первенца миру. Время шло, и мы смотрели на реакцию посетителей. Что им нравилось, а что не очень. Мы меняли десятки интерфейсов, переделывали аппаратные части и какие-то части в ресторане. Но самое важное в этом всем, что со второго месяца мы почувствовали, как начинается формироваться экосистема вокруг продукта. Разработчики сторонние начали писать письма и спрашивать, а как можно разрабатывать приложения для столов и для стен. Рекламодатели увидели в этом новый канал коммуникации с потребителем. Греческая винная компания предложила выводить рекомендации к блюдам от их сомелье. Да и телерадиокомпании начали делать бесплатные эфиры. И сами потребители, которые возвращались уже не первый раз в заведение, открывали для себя все новые и новые возможности. А кто-то из них подходили и говорили, «О, а хорошо бы добавить еще карту достопримечательностей», или «А можно сделать еще расписание экскурсий». И это части культуры, которые породил проект. И, по сути, люди готовы к этому. И, что важно, они вовлечились в эту культуру и помогают ее строить нам. И с каждым днем будущее становится все виднее. И как-то один мудрый человек сказал, что будущее нужно видеть, а не гадать. И тут наступает момент зрелости. О нем начинают писать мировые СМИ. Ему влучшают лучшие награды. И ты понимаешь, что создал что-то ценное. Это момент гордости за свой продукт. И более того, этот продукт может жить самостоятельно, без нашего участия. И не просто жить, а развиваться. Потому что вокруг него сформирована та самая культура. И есть люди, которые вовлечены в нее. Я начал с того, что мы живем среди посредственностей. Потому что не все люди делают свою работу с любовью. Мне удалось создать цены для потребителя продукт на стыке IT и ресторанного бизнеса. Но это справедливо и для булочника, и для музыканта, и даже для изготовителя носков. И будущее за теми, кто мечтает и действует. И мечтая, не жалейте времени. Мрий Дий. Субтитры сделал DimaTorzok